Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. 40-ая известность получена. Прошло 3 дня, награблено 99,5 тысяч золота, и получена 40-ая максимальная известность. Все награды получены, действовал по своему методу, делал поручения и умирал после этого. Быстро, легко, особо не напрягаясь, и во время этого можно спокойно чатик на стриме читать и отвечать людям на вопросы. В этом видео хочу показать вам абсолютно все награды, которые мы получаем для Dragonflight. Быть может, хотя бы после этого видосика у вас будет желание поиграть в этот режим и получить абсолютно все награды. Я же после получения срокового уровня известности все так же продолжу немножко поигрывать, на стриме продолжу поигрывать в этот режим, потому что имеется достижение на миллион награбленного золота, и хотя бы 25 тысяч в день нужно собирать этого золотишка. Ну да ладно, поехали чекать награды. Комплект для трансмагрификации – Юнги. Зеленое качество, зеленый кинжалик, самые обычные предметы, ничего такого примечательного. Мы получаем его на начальных уровнях известности. Получив пятый уровень известности в новом событии и зайдя на ритейл на абсолютно любого персонажа, нам будет дан квест. Сдав этот квест, пирату, новому, который находится в таверне, мы получим 15 новых монеток. Монета с бочонком. Они вымениваются на гребни. Гребни можно использовать как для крафтов, так и для улучшения предметов. Также можно просто получить драконьи камни. 15 на 50, 750 драконьих камней. Быть может, кому-то это будет выгодно для покупки там сундучков, для получения каких-нибудь вещиц уникальных по облику трансмагрификации. Можно просто гребни реально купить для угрейда вещей. Также единожды на учетную запись можно купить за 18 медных монет по живу пирата. Это абсолютно любой предмет 454 в этом левеле. Хочу открыть конкретно на драктире этот предмет и получаю пипа. Вау! А это, кстати, жестко. Пипа-то очень хороший тринкет, все это прекрасно знают. Но для драктира ли он хорош? Ну, может быть. Всяко лучше, чем какая-то синька. Получив шестой уровень известности, мы получаем питомца веселюша. Веселюша не используется в битвах. Питомец не для файтов. Рыбка в пузыре. Окей. Серебряный бурунный конек. Маунт, который дается на 10 уровне известности. Как и любой морской конек, он быстро плавает в воде. И на этом все. Пузырек. Это питомец-крабик, которого мы вылутываем на 11 уровне. Им уже можно файтиться, его можно прокачивать и использовать в битвах питомцев. На 16 уровне известности мы получаем новую игрушку. Потемневший предварительный знак. Установить знак на минуту. На знак можно нанести надпись. Она видна в течение часа. Ага. Знак на минуту, но надпись видна в течение часа. Чего? Окей. И кое взаимодействие? Ну, допустим, время крабов. И что теперь? Будет что-то сверху? Да. Пипе в пиратском облике. Сидит. Окей. Получив 21 уровень известности, мы полностью получим этот сетик. Предметы уже стали синего качества. Также имеется многострел синего качества. И имеется сабля из штормовой стали. У нее красивая рукоятка. По факту, интересные шипы. Синий морской попугай. Маунт, которого мы лутаем за 20 уровень известности. То есть, пройдя половину пути, мы получаем этого попугая. Он имеет самый обычный полет. У него нет драгонрайдинга. На 24 уровне известности мы получаем облик для Пипе. Мы, конечно, его уже видели, когда установили знак. Но если мы хотим перманентно себе видеть этого Пипе в пиратском облике, то что нам вообще нужно сделать-то для этого? Как с ним работать? Это для меня большая загадка по факту. А, похоже, это просто-напросто еще один предмет, который до сих пор не добавлен в игру. Нам по почте должен прийти предмет зеленого качества. И, использовав его, можно переодеть Пипе. Как-то так это вроде бы получается. Ну, окей, ждем, ждем. Помимо облика Пипе, на 24 уровне мы получаем немножко торговых жетонов. А именно, 250. И также еще на 33 уровне 500. Они суммируются, и я сейчас открою, получу 750. Правильно? Да, все верно. Так оно и есть. Питомец Скалюкс является наградой за 30-ю известность. Моделька похожа на того крабика, который мы получим скоро за твич-дропсы. Он оранжевый, а за твич-дропсы фиолетовый. С Скалюксом, по-моему, можно файтиться. Да, его можно прокачать, и он участвует в битвах питомцев. Как хорошо, что этот комплект мне не нужно собирать и с каждой шмоточки выискивать. Убранство владыки грабежа мы получаем к 38 уровне известности. Замечательнейший сет. А свечения, вот эти светлячки, идут от спины. То есть мы можем просто трансмагрифицировать отдельно спину, плащик, и таким образом вокруг нас будут вот эти вот искорки. Также этот сет можно разнообразить. Либо мы используем полностью треуголку владыки грабежа, либо мы используем монокль. И никакой шапочки уже не будет. Помимо сета, начиная с 22 уровня известности до 38, мы будем вылутывать посох, одноручный топорик, и изысканная рапира владыки грабежа. Превосходнейшая рапира с тканью, с перышком. По-моему это перышко, длинное лезвие, замечательная рапира. Мушки тон владыки грабежа, для любимых моих охотников. И последнее эпическое оружие, серебряная сабля владыки грабежа. Двуручный меч, какой-то он слишком грубоватый. Рукоятка тоже неплохая. На 39 уровне, почти достигнув максимума, мы получаем нового маунта, пернатый Роджер. У него имеется драгонрайдинг. Но перед этим, чуть-чуть полетаю на Анурелосе. Посмотрите внимательно на модельку. Использую шестерочку. Ульту, так сказать. Мощную эту гига кнопку. Посмотрим на крылья. Как сгибаются крылья в процессе полета. Теперь же оседлаю пернатого Роджера. Делаем взлет. Подрегеним немножко энергию. Внимательно следим за крыльями. Какой вывод мы можем сделать? Пернатый Роджер имеет такой же скелет полета, как и у Анурелоса. Многие люди хотели получить себе Анурелос. Видел это в комментариях, когда делал видосик по этому маунту. Что ж, теперь есть пернатый Роджер. Который летает точно так же. Только он не огненный. И пернатый Роджер будет, конечно, у большего количества игроков. Но все же механика полета точно такая же. Когда мы достигли максимальной репутации, 40-й известности, нам дают гербовую накидку. Володыки, грабежа. Гербовая накидка, которая имеет в себе черепок по центру. И мечи, сабельки. Интересно выглядит. Быть может для каких-нибудь там троллей зандаларских. Каких-нибудь ордынских рас это будет реально неплохая накидка. Такой вот список наград получается. Объемно довольно-таки, да. Три трансмоксета, разное оружие. Три питомца, три маунта. Звания различные имеются. Но званий в игре и так куча. Ни к чему их абсолютно рассматривать. В целом-то делайте, займитесь этим событием. Событие легкое. Много времени оно не займет. Но окей, если вы хотите достижения на миллион награбленных золотых монет, то только тогда придется напрячься. А так-то 40-ую известность прокачать за 42 дня. Это легко. Поэтому желаю вам удачи. Уверен, у вас все получится. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Счастливо. Счастье.